С миром. Есть выражение, безнаказанность ведет к вседозволенности. А Господь нас не сразу наказывает, Он как раз долго терпит. А если она ведет к вседозволенности, я вот смотрю просто по своему ребенку, если я его сразу не накажу, не расскажу ему ничего, и безнаказанным он у меня остается долгое время, то потом я его очень сильно могу отодрать за это, потому что он упражняться начинает. А почему Господь на нас долго терпит? Почему Он не сразу нас наказывает? Ну а вы сами-то как-то думаете? У меня уже такая путаница, Игнатий Тихонович, в голове. Да никакой путаницы не может быть. Это Бог, это Его правила, это человек, это другие правила. Мы все во времени. Когда-то мы будем умирать, и говорим, я это сделал на пятом году, на десятом. А у Бога нет, не вчера, не только сегодня. У Него нет будущего Бога. Он весь постоянный. Почему и говорится сущий. Сущий. То есть постоянно, всегда Он есть. И поэтому равняется. А вот кого Бог любит, то Он наказывает. Ну я теперь буду кого люблю и всем по морде давать. Ну еще получится. У Бога другая шкала. И Он говорит, будьте святы, как я свят. А может быть это? Нет, это планка. Никто, смысл им, как Бог, не может быть. Он и в ангелах усматривает погрешности. И на солнце есть пятна. Почему так? И как? Сразу не наказала, уже не надо. Это вот, допустим, у меня в комнате собака. Очень породистая. Я пришел, а она маленькая еще совсем, только от матери отсадили. И она ценную книгу у меня изорвала. Я пришел. Ах ты такая гадина. Я ее сразу наказал книгой. В следующий час я прихожу, ее уже нету где. А она забилась, как кошка, под пол. Почему? Потому что я враг ей. Она, мой приход, это доказание. А что делать? Вот она, когда рвала, и в это время взять и легонько ударить этой книжкой. Чтобы книжка сделалась для нее врагом. Ну, маленько-то сами смотрите, когда и за что. Не наказала сразу, значит, обошлось. Потом иди и поговори. Я вот начальник детского лагеря не два года, а 45 лет. Под меня как подкапывались органы, прокуратура. Два-три дела за один год возникали против меня. И все отбил. А почему? Ничего не нашли. Детей наказывают. Приехали сюда кандидат медицинских наук. Полицейские, милиция тогда была. Детей напрашивают, вас бьют? Они говорят, нет. Нас наказывают за наши проступки. Ребенок понимает, это разница большая. И жалобы ни одной не начали. И родители, когда давали детей, расписались, что за непослушание будут наказаны. А как с ним биться? Он только приехал, 7 лет. И поднимает руку. Я говорю, что тебе материться? Можно у вас? 7 лет. А на следующий день мальчику 9 лет, девочку 4-летнюю он ударил. Я что должен делать? Я перед всем строем его наказал. Хотя наказания физического нет. А ну-ка, Ирочка, кто тебя ударил-то? Он затих. Я говорю, выйди по-хорошему. В два раза будет больше наказания, если не выйдешь. Он вышел. Скажет, за что ты ее ударил? А потому что она вшивая. А как ты узнал? Ну, кто-то сказал, давай ищи у ней в шею. Правда, она приехала обовшивленная. Мать пьяница, одна без отца. А мы сразу вывели в шею, а их нету. Он начал искать перед строем. А тут у меня человек 50 стоит. Он еще не может найти. Итак, тебя наказываю, Игорек, очень сильно. С сегодняшнего дня ты будешь за Ирочку заступать себе везде. Ты будешь водить ее. Чтобы она ни на кого не обиделась. Понял, и играть с ней будешь. Вот наказание какое. Вызвать ответную любовь. И про меня узнали. Прилетает директор Кэстонского института из Лондона. Ей сопроводительного из Останкина дали. Профессора психиатрии приезжают, живут в лагере. Где вы этому учились? Где учился? Да это до нас уже было. Дети, чтобы не стонали, не жаловались. Это канзион, национальный культ Японии. У нас зубы вырдернуть или там подремонтировать. Ребенок плачет, мать не знает, что делать. А в Японии знает. Он садится, ну стоматолог, стоматолог, стоматов там вылетает. И он сжался, она сзади, тихонько к нему. Сапка, а где твое канзио? Он сразу, мам, я не боюсь. Сидит, продает женщина газеты. А какой-то пьяный напился и бьет по этому, по корпусу. А она вот такая, стаулоидная. Она шевелится вот так вот. И люди берут и от него лицо отворачивают. Почему? У продавщицы канзио есть терпение, а у него нету. И смотрят на него презрительно. Эх ты, японец, позоришь нашу нацию. У нас харакири делают как массово. Вот как надо заниматься. Не просто ребенка родить, а на небо привезти. Если вы этого не сделаете, вам ход в царство небесное запрещен будет. Поэтому измените тактику. Никогда не бейте рукой. Не хватайтесь за уши, за волосы. Ребенок должен понять. У меня называется горячий. Горячий чем? Или крапивой, или сеткой. Наказывать, чтобы никто не видел. Чтобы он согласился, я виновен. И после этого, ну, жгет крапива. Я сразу бегом беги. Там холодная вода. И остудись. Если кто-то засмеялся, будет также наказан. И у меня целый реестр наказаний. И родители, давая детей в лагерь, подписываются. Что они не против. Мы, говорит, не знаем, что всем делать. Сестренку долбит. Из дома все вытащил. Наркоманит. А ему только 12 лет. Приезжают, когда сюда проверять, через 3 недели. Они его узнать не могут. Витенька, да ты ли это? Обнимают сестренку. А что вы сделали с ним? Молились каждое утро. Гимнастика. Игры. И везде. Вот живут психиатры. И они говорят. Главная сила лагеря, движущая сила, тире, любовь. С большой буквы Л. Любовь. Вот как. Хотя в уставе мне говорили прокуратура, из-за гордины КГБ приезжали. Уберите, что у вас наказание есть физическое. Я говорю, не могу. Это поддерживает дисциплину. Я 45 лет бессменный директор. Бесплатно. Тысячи детей подняли. И когда дети уезжают за границу, говорит. Вспомянуть нечего в стране. Единственное, что у нас осталось, это детский лагерь и называют меня. И они другой нации люди. У меня из разных национальностей были. И евреи. И грузины. И цыгане. Совершенно разный менталитет. Я не заставляю. Ты кто? Баптисты. Ну, а почему тебя отдали? Не знаю. Почему православные? Я спросил родителей. Они, видно, такие пацаненок высокие. Родители там по два метра. Теща. Кандидат каких-то наук, сельскохозяйственных. Православная сказала. Ребенка-мдука. Везите только Клапкину. И вот они привезли. А ты как, Юра, молишься? Ну, вот так вот у нас руки складывает. И про себя говорим. Вот так и молись, как тебя научили. И смотри. Если думаешь молиться, как мы молись. Никому на силе не делать в этих вопросах. Рядители приезжают. Юрка, да ты совсем православный стал. А он молится, стоит, кланяется. А вначале говорил. Я не пойму православных. Летом в шубе ходят. Зимой босиком. Это юродивые. Юра, да мы сами не понимаем. Но это церковь. А то, где ты находишься, это секта. Это ересь. А еретики, какие бы ни были, какие бы чудеса над ними не совершал кто-то, в рай они не войдут. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Ибо они грешат, будучи самоосуждены. Это хуже пьянство, хуже блуда, хуже убийство. Как Ава Агафон показал. Его стали обвинять. Монахи, узнать его крепость. Ну и пришли, говорят. Ава, мы узнали, что ты убийца. Он заплакал. Говорит, Бог открыл вам мою тайну. Вот какой. А они знают, что он с детства здесь. Пошли, да давайте скажем, что блудник. Пришли опять, говорят. Ава Агафон, а мы узнали, что ты блудник. И в лагерь прибился. Он опять заплакал. Да что же делать? Они, давайте скажем, что он еретик. Пришли, ааа, сокрылся здесь среди православных еретик. Он, нет, братья, никогда не был. Ава, почему ты первые два согласился обвинением? Потому что это немощь человеческая. А это, это при здравом уме человек покидает церковь, невесту Христову, иду с блудницей с еретиками грешить. Никогда, братья, еретиком не был. О! Как на меня говорят, был у писятика баптистов не до дня. Да, я там нашел Слово Божие. Обратился, проповедовал в разных сектах. И ни день, ни два, а сорок с лишним лет. Как сегодня пишут, не где-то, а журнал Покров. Это Алтайская метрополия. Что через мои проповеди тысячи людей пришли в православие. Говорят, куда вы денете? Да, я не поддерживаю что-то православное. Мощи эти, трупы. Ну, я поклоняюсь мощам. Ну, нельзя, как сегодня один православный на одну наткнулся. Ребятишек она нажила сколько? Все от разных мужей. Ходят в церковь, мужа нету. И когти вот такие нарощенные где-то. И Матронушка. Все, Матрона, Матрона. Да Матрона кто такая? Она в Царстве Небесном или нет? Я не знаю. Христос бьет? Нет, Матрона. Это суеверие. Это даже, может, хуже ереси. Вот я что говорю, слышно вам или нет? Да, 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 слышно. Ну, вот поняли, пустые вопросы мне не надо. Вы больше всех задаете. Мне вопросы задавайте серьезные. А это вам любой ответит. Любой. У которого манерика поменьше опыта. Я могу называть с мужчинами, если вы не желаете близко знать это. А вот возьмите здесь вот, есть Николай Георгиевич Кузьмин. Он у нас лето был, он знает. Я вот гляжу, тут какие есть сестры у нас. Вот возьмите Антоний Ермолин. Да тут сколько здесь? Любого возьми. Вот Князев Петр, как много знает. Вот здесь не по-русски что-то написано. Ростислав, что ли. Любого назови. Чтобы не подумайте, что я других не назвал, что не считаю такими. Люди знающие. Тут вот Геннадий, гляжу, Владимир и выступают. А уже по главным вопросам, тогда обращайтесь повыше. Это сделал замечание Моисею и его отесть. Почему ты разбираешь такие простые вопросы-то? Кто у кого там ковшик украл? Пускай разбирают десяти начальники, потом сто начальники, а потом тысячи начальники, губернаторы. А главный вопрос решает ты. А ты с утра до вечера паришься с ними здесь. Вот я вам сказал так. Мне более серьезные вопросы задавайте. Ну, я отметил более пространно, с опытом. Благодарю за вопрос. Игнатий Тихонович, еще один вопрос по поводу детей. Давайте. Как приучить детей к чтению и тем более к чтению Святого Писания, Священного Писания? Знаете, дети больше учатся на опыте. Как вы к нему относитесь к Писанию? Когда садитесь, чтобы они знали. Вот это у нас Библия самая большая по размеру, большие буквы. Это Библия, изданная по благословению патриарха Кирилла, так скажи. Это все от Бога. Какой я счастливый. А вот был бы я неверующий, ты знаешь, сынок, где бы был? Папа пьяный валялся. Ой, как тебе трудно было бы. Поэтому научаемся и Слово Божие. Давай послушаем. Согласен? Согласен. Вот как Спиридон Кисляков говорит, я был такой баловной. Ну, играю где-то, заиграюсь. Захожу, мама стоит на коленях и плачет. Господи, да я ничего не могу с ним поделать. Тогда он не Спиридон был еще, допустим, Владимир. Вот он не слушается. Глядя на материные слезы, я, говорит, на колени стану и тоже молюсь. Какой я не послушай, Господи. Вот как. Чтобы они увидели, ты действительно христианин, ты любишь Бога. Без молитвы не сядешь. За стол. Без благодарности не будешь. Вот мы купили мед. А купили, вы знаете, сурывки, шерстобитов, Геннадий Павлович. А я каждый день в конце мед беру. И когда вылазим из алтаря, я сразу первым делом благодарю за двух Елен, которые помогают самые близкие. Помяни, Господи, воздаем добром. И Геннадия. А теперь, если картошка плавает, я поминаю Владимира и Николая Кузьмина, потому что он помогал картошку садить. Каждый день за вас молитва за картошку, миленький мой. Наполни сердце благодарностью, любовью. И всегда рассказывай, как святые любили. Серапим из котомки не вынимал Евангелие. Вот так. Да еще жития другие покажите, как любили Слово Божие. Да, дорогой, когда идешь, говори. Вот хорошо, когда бы была Библия с собой-то. Через дорогу не под руки брать, а за руку обязательно. И в четыре глаза налево-направо смотрите, хотя и зеленый свет. Иногда другой дуралом ломится туда и убьет. И все равно говори, сынок, смотри внимательно, твоя жизнь очень дорогая. Тебя весь мир ждал. Смотри, как придумали двери, окна. Это же не один год. Вышними пузырями окна закрывали, а теперь стекло какое. Тебя ждали, когда ты родишься. Как все рады. А ты, может, еще что-то изобретешь. Да так ты ему все покажи, чтобы он оглянулся на себя и порадовался, какой у него родитель умный. Как хорошо, что у него Библия есть. Вот так. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю. Большая награда. Аминь. Спасибо, Христос. Да будет так. Так, никого, если нет, то я отхожу. Я сейчас только пришел с моста Барнаульского. Я каждое утро променаж этот делаю. Туда и обратно. И считаю, сколько шагов. И утренние молитвы. Это после утренних. Иду туда в девять. Сегодня за сорок три минуты вернулся туда и обратно. А это две тысячи шагов. Я делаю туда и две тысячи обратно. Шаги сосчитал. Аксиометра-то нету. Счетчик-то нету. А вот теперь дома я... Володя, ну-ка давай посчитаем. Сколько у меня шаг будет? Ну, так, шагов на двадцать. Раз. Я уже знаю, что семьдесят четыре сантиметра, допустим. А бывает и нога болит. Поменьше. Вот так. Научитесь везде ребенка считать взрослым. Не считающие, что это обезьянка какая-то. Нет. Это наши учителя. Будьте как дети. Не держите ни на кого зла. Не получилось сегодня. А ты его утешь. Ничего, сынок. Мы это и завтра попробуем. У тебя, смотри, какая энергия-то. Я уж так не могу, как ты идешь. А ну-ка посмотрим, что у вас. Стеколка валяется. Подбери. Который едет там. Железка на дороге. Он не видит. У него проткнет шину. Давай мы соберем это все. Да поглубже закопаем где-нибудь. В лесу. Знать никто не будет. А люди будут ехать, благодарить, что чистая дорога. А благодарить будут? Нас они не знают. Но Господь-то знает и добром воздаст. Чтобы любили людей. Все у меня. Ну все. Никого вопросов нет. Ухожу. 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 Ухожу.